Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я рада видеть вас снова на своём канале. И сегодня будет самая важная тема, которую вы давно уже просили, чтобы я её записала на свой YouTube-канал. Это «Как перевести родителей в Польшу». Хотела бы вам сказать сразу, что, к сожалению, перевести родителей немножко сложнее, нежели переехать самому иностранцу. Очень много морок из документов, а также это длительный процесс. Но я не говорю, что ничего не бывает невозможного. Всегда нужно что-то попробовать для того, чтобы убедиться на 100%, что это не действует. Поэтому перевести родителей есть такая возможность. Самое главное – понимать, каким способом вы их хотите перевести. И сегодня я расскажу, какие виды вариантов есть для того, чтобы перевести своих родителей и объединиться целой семьёй и жить счастливо на территории Польши. И если вам интересно такое видео, то продолжайте смотреть дальше. К сожалению, законодательством в Польше не предусматривается, что любой иностранец может просто переехать на территорию Польши, жить и вообще ничего здесь не делать, и при этом получать разные карты временного опыта и основываться здесь на территории Польши на стола, на постоянную основу. Поэтому для того, чтобы переехать, должна быть всегда цель. Это как работа, открытие бизнеса, например, учёба, либо воссоединение семьи. На территории Польши, к сожалению, по воссоединению могут прикрепиться к семье родственники, члены семьи первой степени. То есть это дети, либо же супруги. Что касается родителей, к сожалению, по воссоединению нельзя сделать такую карту временного опыта. Поэтому вторым методом, вторым способом является открыть карту временного опыта по другим обстоятельствам. Карта у родителя такого будет без доступа к рынку труда. Но находиться на территории Польши, проживать и при этом, не знаю, заниматься опекой над вашими детками, помогать вам по хозяйству, такой человек сможет легально. Единственное, что для того, чтобы перевести одного из родителей, либо двоих из родителей, то вы должны иметь определенную сумму для содержания семьи. И это 528 злотых на человека в семье, либо же 701 злотых, если вы самостоятельно себя легализируете. Но так как мы говорим сейчас о именно воссоединении, точнее, по другим обстоятельствам семьи, тогда, если ваша основная семья состоит, например, из троих человек, и вы хотите перевести сюда еще маму свою, тогда вы считаете уже 528, и раз за 4 у вас такая должна быть минимальная заработная плата. При этом, при всем, для того, чтобы такой член семьи подался на карту временного опыта без доступа к рынку труда, вы также должны доказать, что вашему родителю ничего не держит на территории Украины, России, либо Беларуси, то есть той страны, откуда он переезжает. И это может быть, например, доказательство того, что ваши родители, например, не дай бог, болеют очень тяжело, им нужна опека, а такой опеки не найти на территории вашей страны, и поэтому вы хотите перевести своего родного человека сюда, на территорию Польши. Либо же означает то, что вашего члена семьи, точнее, вашего родителя, ничего не держит на Украине, то есть, например, продается дом, квартира, нет работы, она одна, живет, вообще нет мужа, либо жены, да, то есть, в общем, какие-то причины для того, чтобы это было основой для переезда. Конечно же, это не 100% действует, но в 99% это всегда действует. Если вы при этом всем собираете пакет документов, пишете заявление с просьбой рассмотрения дела позитивно, то есть, положительно, в связи с тем, что ваши родители остаются сами на территории Украины, и они нуждаются воссоединении семьи, тогда такие карты рассматриваются положительно, и родственники получают карту временного повода. К сожалению, такое не может прокатить с братом-сестрой, можно так сказать, но если правильно найти способы, методы, то всегда все можно сделать, это 100%. Поэтому одним из вариантов, то есть, самым первым, самым главным, с которого я и начала рассказывать, это просто подать на карту временного опыта без доступа к рынку труда, с тем фактом, что просто за вашим родителем одним или двумя нужна опека, либо же помощь за уходом за пожилым человеком. И на основании этого родители могут переехать. Следующим вопросом у вас сразу, наверное, по-любому сейчас появится, как же его сюда перевезти, чтобы податься на такую карту, потому что на расстоянии на такую карту вы податься не можете за родителя. Одним из вариантов это взять и оформить рабочую визу, либо же рабочее разрешение для работы. Я знаю, что ни для кого не будет секретом, что эти разрешения все равно еще каким-то методом продаются, оформляются и так далее. То есть, взять, трудоустроить вашего пожилого человека, вашего родителя, точнее, на работу, для того, чтобы сделать визу, либо же просто хотя бы по биометрии пересечь границу. Второй способ это записать вашего родителя в полицеальную школу. Нет, это не школа для полицеантов, это школа для взрослых. То есть, такой техникум для взрослых с образованием. То есть, записать на какую-то определенную учебу, на курсы, и чтобы ваш родитель, например, по выходным учился, даже если он не будет учиться, то хотя бы будет иметь приглашение для того, чтобы переехать сюда на территорию Польши. И третьим как вариантом это бизнес-виза. То есть, открывать здесь бизнес на территории Польши, и вашему родителю делать тоже разрешение, как соучредителям этой фирмы открывать бизнес-визу, и на основании этого переезжать сюда. Ну, это немножко геморрония, я вам так скажу, сразу. Но это тоже вариант действует. Переезжать сюда, значит, и открывать здесь бизнес, точнее, работать в бизнесе, и подаваться тогда на карту временного опыта от уже бизнеса. Это тоже также действует. Следующим еще вариантом это воевудское приглашение. Именно не разрешение, то есть, я не говорю сейчас о зазволении типа А, я именно говорю вам о приглашении в Польшу. Приглашение в Польшу могут сделать только резиденты Евросоюза, резиденты Польши, то есть, те, которые имеют карты резидента Евросоюза, карту салового опыту, либо же граждане Польши. То есть, если вы относитесь к такому категорию людей, тогда вы можете оформить приглашение, либо же, если вы проживаете на территории Польши, с картой доступа к рынку труда более пяти лет, тогда вы тоже можете сделать приглашение. Воевода выдает такое приглашение от одного месяца до года, в зависимости от заявки. И на основании такой заявки ваш родитель делает уже визу, но эта виза будет именно гостевая. Так как мы сейчас знаем, что мало кого пускают через границу, возможно, такой метод больше повлияет на граждан с Беларуси, потому что я вам говорила, что сейчас для граждан с Беларуси немножко идут послабления для пересечения границы. Если вы хотите такое видео узнать, какие есть варианты переезда для белорусов, то, пожалуйста, напишите мне это в комментариях, и я тогда буду иметь это в виду. Соберу все материалы, о которых я также писала вам на Инстаграме, и сниму точнее такое видео. Для того, чтобы сделать такое приглашение для родителя, у вас должно быть, во-первых, жилищные условия, то есть место для того, где будет проживать иностранец, которого вы приглашаете, а также финансовые средства. То есть финансовые средства нужны будут всегда, в любом случае вам нужно будет показать, что у вас есть финансовые средства для содержания иностранца на территории Польши на тот период, на который он сюда переезжает. Если же у вас есть карта резидента Евросоюза, сталый попыт, то, конечно же, вы можете сделать на расстоянии карту по воссоединению семьи, о том, что вы прикрепляете к себе родителя. Конечно, этот вариант действует очень сложно, не во всех воеводствах. Но, опять же, если вы докажете, что вашему родителю нужна опека, и вы единственный опекун правный, являетесь у своего родителя, то такое право вы можете доказать, и таким способом вы можете перевести также своего одного или двух родителей на территории Польши. Но при этом все. Никогда не забывайте, что у вас должно быть достаточно финансовых средств, официально, чтобы показать такую бумажку о зашвечении, например, о заробках, то есть заявлении о ваших финансовых средствах, то есть о ваших заработной плате. И если вы предоставите такие справки, предоставите, что у вас есть место для жизни, жилья точнее, есть финансовые средства, вы сможете ухаживать за своими родителями беспроблемно, то такой родитель, либо оба родителя, и вы сможете получить карту временного опыта по воссоединению семьи. Следующим вариантом, если у вас открыта фирма, это очень простой тоже вариант, либо же здесь от фирмы идёт два пути, которых можно осуществить. Либо же ваша фирма делает приглашение, как для иностранцев, на работу, либо же вы делаете своего родителя соучредителем фирмы и трудоустраиваете его как управляющим фирме. И тогда он у вас работает, точно так же вы за него платите налоги, страховку, и получается тогда ваш родитель подаётся на карту временного опыта уже от бизнеса. Конечно, это тоже, как я вам сказала, сложный вариант перебывания, но это действующий. Но при этом ваша фирма должна приносить доход минимум один год. И также не забывайте для того, чтобы податься на карту временного опыта от бизнеса, вы также должны написать ещё бизнес-план. Ещё одним из вариантов является помощь домовым. Что это означает? То есть вы нанимаете своего родителя по уходу за детьми вашими, то есть как в Джоли-няне. Но здесь должно быть так, что вы должны иметь либо же фирму, либо же ваши знакомые должны иметь фирму. То есть вы должны быть как без разницы, то ли у вас будет ФОП, то ли у вас будет спулка, сделать приглашение для вашего родителя, для ОПЕКи, например, над детьми. Один плюс из этого позволения на работ, то, что не нужно обменять старосты, так как это является одним из востребованных специальностей, профессий на территории Польши, поэтому такой документ не нужен будет. И при этом всём, если ваш родитель приезжает по такому разрешению на работу, ОПЕКа над детьми, она сможет находиться на территории Польши, вы типа якобы с ней заключаете договор о спулпрации, то есть о сотрудничестве, и должны будете только платить за своего родителя налоги, а также страховку на территории Польши. Но при этом не каждый может у нас разница воспользоваться такой функцией, потому что у вас должна быть какая-то деятельность для того, чтобы открыть разрешение на работу. Многие из вас, наверное, спросят, Оля, а может ли мой поляк, знакомый, либо же мои друзья, у которых фирма, открыть такое разрешение на работу? Да, они смогут, если у них есть определённое ПКД, то есть форма деятельности, для которой подлегает именно такая специальность. То есть если они занимаются только, не знаю, инвестициями в какие-то проекты, то, конечно же, они не могут сделать такое разрешение на работу. То есть определённое должно быть ПКД, для того, чтобы владелец фирмы смог открыть такое разрешение на работу. Ещё одним из вариантов, как я вам говорила, сделать ученическую визу. То есть это либо же полицеальная школа, либо же, например, подготовительные курсы польского языка. Есть практически во всех больших городах такие школы по подготовлению польского языка. Они платные, они годовые, но на основании них можно открыть ученическую визу и приехать на территорию Польши. После этого подаваться либо же от учёбы на карту временного повода, но опять же, тут должны быть финансовые средства на банковском счету, либо же уже подаваться по другим обстоятельствам, то, что вы будете содержать своего родителя, и у вас есть финсредства. В принципе, это и есть основные варианты перевоза родителей на территории Польши. Если вы перевезли своих родителей, и у вас есть опыт в перевозе, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я знаю, что комментарии очень часто помогают другим людям, которые ищут информацию, а я просто не успеваю чисто физически отвечать для всех. Но я стараюсь максимально уделять каждому внимание. Так что уж извините, пожалуйста, если вы ждёте очень часто долго мой ответ. К сожалению, так происходит. Но я знаю, что у меня огромная команда, огромное количество зрителей, которые владели уже такой информацией на практике, и могут даже ещё больше вам подсказать и рассказать, как это происходило у них. Поэтому, если у вас был такой опыт, то поделитесь в комментариях, и мы поможем друг другу перевезти своих родителей и воссоединиться здесь с семьями. Надеюсь, что видео для вас было полезное и информативное. Вы теперь немножко разобрались, как перевезти сюда родителей, и понимаете, какие бывают варианты для того, чтобы их сюда перевезти. Если такое вам видео понравилось, то поделитесь с ним своими друзьями. Не забывайте подписаться на мои социальные странички на Facebook и Instagram. Там вы найдёте ещё больше информации полезной, которая вам пригодится, будь то, чем на территории Польши, либо же в настоящее время. А мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok